Стиль легкости мощи, которые всегда можно взять с собой. Здравствуйте, меня зовут Кирилл и это выпуск лаборатории ION. Перед вами ультрабук ASUS ZenBook UX21E. Несмотря на свой ультра тонкий корпус, толщина которого колеблется от 17 миллиметров до 3, это устройство обладает очень внушительными характеристиками. В ZenBook установлен двухъядерный процессор i7 второго поколения с тактовой частотой 1,8 ГГц и поддержкой технологии Turbo Boost, которая при больших нагрузках на этот самый процессор позволяет разгонять ядра в пределах от 1,8 ГГц до 2,9 ГГц. Помимо этого у процессора есть система пониженного энергопотребления, что позволит устройству дольше проработать в автономном режиме. Если посмотреть на индекс производительности Windows, который выставляется по меньшей оценке, здесь он 5,6. Также видно, что скорость обмена данными с диском на уровне 7,9. Это очень хороший показатель для жесткого диска. Тем более здесь стоит жесткий диск типа SSD, который гораздо более производителен, чем HDD. Оперативной памяти в данной модели 4 ГБ, а жесткий диск объемом 128 ГБ. Физические размеры матрицы дисплея 11,6 дюйма, разрешение 1366 на 768 точек. Ультра-тонкий корпус этого ноутбука ни в коем случае не сказался на качестве звука. Здесь оно на очень высоком уровне. В ZenBook реализована технология Instant On, которая позволяет ему за считанные секунды выходить из режима сна. Вот сейчас я его усыпил и... Все. Ноутбук вышел из режима сна. Вот так бы всем по понедельникам с утра быстренько вставать на работу, а не по полчаса слушать будильник. Аккумулятор позволит проработать ноутбук в режиме активного использования, например, если вы смотрите фильм, в районе 3,5 часов и, если вы набиваете текст, в районе 5 часов. В спящем режиме в закрытом ноутбук может проработать в 2 недели. Корпус целиком выполнен по специальной технологии, чтобы сократить количество крепежных винтов. Выполнен он целиком из алюминия. Сверху дисплея расположена камера разрешение 0,3 мегапикселя. Сейчас предлагаю рассмотреть порты, которые есть у этого ZenBook. С этого боку мы видим, что здесь находится micro VGA-порт, USB-порт и разъем для наушников 3,5 мм. С этого боку находится разъем для зарядки, USB 3.0, micro HDMI и лампочка-индикатор. Клавиатура выполнена качественно. У нее такое коричневое обрамление, как обрамление дисплея. Кнопки не шатаются. Печатать на нее удобно. Можно положить так вот руки и набирать текст. Никаких сложностей нет. Удобно пользоваться. Все клавиши расположены удобно. Буквы кириллицы выполнены флюоресцентной краской, поэтому они... такое ощущение, что светятся зеленым цветом. И есть три кнопочки, которые подсвечиваются диодами. Это Caps Lock, кнопка F2 и кнопка включения и выключения, которая расположена на поле основной клавиатуры. Если кто-то боится случайно нажать на эту кнопку и выключить ноутбук, не бойтесь, потому что даже если вы ее тронули, то появляется такое диалоговое окошко, которое предлагает вам разные действия. И если вы не собираетесь выключать, можете просто нажать. Действие не требуется. Тачпад здесь нажимной и также поддерживает технологию мульти-тач, с помощью которой вы можете движением пальцев поворачивать изображение, увеличивать его в формат, либо просто пролистывать. Скажу еще, что весит ZenBook килограмм и 100 грамм, и здесь установлена операционная система Windows 7 Home Premium 64-разрядная. Я думаю, кого-то могло расстроить небольшое количество портов на ZenBook, но не расстраивайтесь, потому что Asus это учли и сделали ряд переходников. Один из них это с micro VGA на VGA, и второй с USB на LAN. Сетевое зарядное устройство с лампочкой-индикатором. Когда ноутбук заряжается, лампочка горит красным светом, когда зарядится, то загорается зеленым. Помимо этого есть такой чехольчик для переходников, про которые я вам говорил. И такой главный сюрприз от Asus в комплектации, это сумка-чехол-папочка. Очень стильная и удобная на магнитной кнопке. Ну и конечно же, помимо этого, целый конверт с различной документацией и даже липучками. Вот так укомплектовал Asus этот замечательный ZenBook. Сегодня мы рассмотрели Asus ZenBook представителя развивающего сегмента ультрабуков. Это мощная машина, которая порадует воспроизводительностью процессора i7 и 4 гигабайтами оперативной памяти. И помимо этого, конечно же, замечательным и очень стильным алюминиевым корпусом. С вами была лаборатория ION. Смотрите наши новые обзоры на канале ION Television. До новых встреч!